Добрый день! Информация для клиентов Ощадбанка. Буквально вчера было совещание у руководителей отделения Ощадбанка. Моя знакомая участвовала на этом совещании, где руководство Ощадбанка рассказывало одну информацию. Сейчас я вам о ней расскажу. Прошу подписаться на канал Банковский Клуб, нажав на красную кнопку подписаться, затем закрашенный колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если у вас будут вопросы по данной теме, пишите в комментариях. Мы постараемся как можно быстрее на них ответить. Основная тема этого совещания заключалась в том, что доносилась информация о том, что в ближайшее время Ощадбанк не будет 100% гарантом депозитов, а перейдет на гарантирование депозитов фондом гарантирования вкладов. Что это значит? Ранее и до сегодняшнего дня и в ближайшее время Ощадбанк является государственным банком и гарантирует возврат депозитов на 100%. То есть, если у вас депозит в Ощадбанке лежит и сумма этого депозита пусть 10 тысяч гривен или же 10 миллионов, в любом случае, если что-то случается в государстве и с Ощадбанком, то вам возвращают, компенсируют эту сумму, вашу сумму, даже 10 миллионов. А если же вы коммерческий банк и ваши вклады гарантируют фонд гарантирования вкладов, то вы сможете получить только возврат до 600 тысяч гривен на данный момент. Фонд гарантирования возвращает, если вдруг чего с банком случается. И вот эта информация о том, что Ощадбанк лишается статуса 100% гаранта депозитов и в ближайшее время перейдет на гарантирование вкладов через фонд гарантирования. Теперь по срокам. По срокам сообщили так, что 3 месяца до окончания военного времени и 3 месяца после окончания военного времени это будет время, когда Ощадбанк будет гарантировать 100% вклады. То есть после 3 месяцев, после окончания военного времени Ощадбанк лишится статуса 100% гаранта депозитов и будет гарантировать возврат депозитов только в сумме 600 тысяч гривен, до 600 тысяч гривен. Теперь лично от меня рассуждение на эту тему. И хочу сказать, что лишение статуса 100% гаранта депозитов и переход на фонд гарантирования вкладов это один из шагов на пути перехода Ощадбанка на работу не на государственной основе, а на коммерческую. То есть все-таки Ощадбанк подготавливает продажи, перепродажи или же частичные продажи. Это по сути один из первых шагов перехода на коммерческие рельсы. Прошу подписаться на канал Банковский Клуб, нажав на красную кнопку подписаться, затем закрашенный колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если у вас будут вопросы по данной теме, пишите в комментариях. Мы постараемся как можно быстрее на них ответить.